как бы это странно не звучало и возможно как бы это страшно не звучало ребенок-инвалид но это факт и у всех детей с сахарным диабетом 1 типа есть инвалидность и то как мы к этому относимся транслируется в том числе невербально и на наших детей и на окружающий мир и то как мы это воспринимаем так и мир нам это зеркалит поэтому чем раньше родители начнут воспринимать это как факт как обычное да какое-то вот обыденный какой-то момент тем быстрее проще будет в первую очередь родителям и вторую очередь детям и в третью очередь воспринимать всем остальным и на мой взгляд здесь важно принять этот факт перестать его бояться потому что нам же не становится страшно и неприятно когда кто-то и говорит там да у меня ребенок с близорукостью или моего ребенка плоскостопие или у моего ребенка астма или еще что-то подобное да когда другие люди об этом говорят вам же не становится бесконечно жалко себя да и жалко конечно безусловно жалко конечно я имею ввиду какой-то тотальный вот этой жалости до которая заставляет наворачиваться на глаза слезы и здесь тоже самое только отличие ребенка с диабетом с инвалидностью от детей которым внешне не дают такой так скажем значок да и такой вот статус отличие только вот собственно в этой вот картинке и в розовой справке которую нам всего дают и мне хотелось бы чтоб мы с вами просто попробовали посмотреть на ситуацию под другим углом переставая жалеть себя потому что в первую очередь вы жалеете не ребенка вы жалеете себя что вашего ребенка есть инвалидность а как же я об этом скажу а как же я вообще об этом буду говорить а как же мой ребенок будет с этим дальше жить да нормально он будет с этим дальше жить наоборот если мы с вами посмотрим с другой стороны на некоторые аспекты по идее нам с вами родителям детей инвалидов должно стать проще давайте начнем с того что наши с вами дети инвалиды прекрасно себя чувствует при компенсации правильной компенсации сахара правильно то есть если мы с вами правильно подобрали дозы если мы с вами понимаем как в какой момент купировать высокий невзкий сахар то наш ребенок с вами прекрасно себя чувствуют он ведет полноценный образ жизни он ходит своими ногами видит своими глазами трогает всё, он прекрасно развивается, это отлично развитые дети. И они в каком бы возрасте не диагностировали, они должны продолжать жизнь, свою обычную, нормальную жизнь. И давайте не будем излишне драматизировать вокруг этой ситуации. Да, инвалид, ну и что? Но его-то жизнь, по сути, она скорректировалась, да, но в корне, слава Богу, она не поменялась. И у нас есть масса примеров, где когда дети инвалиды с разными другими заболеваниями, ну, так скажем, не могут вести такой образ жизни, как введут дети с сахарным диабетом первого типа. Конечно, кто-то может сказать о том, что ну вот если бы они могли вести, вот у кого-то есть и хуже, но у кого-то есть и лучше, у кого-то вообще диабета нет. Это всё размышления ни о чём, потому что это уже в нашей с вами жизни, это уже факт, это уже диагностировано. Рассчитывать на чудесное исцеление мы где-то в глубине души, конечно, можем, но на данный момент мы должны учиться жить в этой реальности, которая есть. Поэтому я вам предлагаю начинать искать плюсы. Первый плюс – это то, что наш ребёнок, каждого из нас, при правильной компенсации, ведёт прекрасный, нормальный, обычный образ жизни. Лопает сладкое, ходит на тренировки, развлекается, общается со сверстниками, ходит во всякие разные заведения, да, там детские, я имею в виду. И это вот первое. Второй момент – это наличие вот этого вот розовой справки. Здесь тоже есть плюсы, да. Давайте с этой стороны посмотрим. Некоторым детям с другими какими-то степенями инвалидности им нужно подтверждать эту справку, да. Ребятишкам с первым типом диабета справку до 18 лет подтверждать не нужно. А это значит, что эта головная боль тоже с родителей снята. Это плюс. Что даёт ещё розовая справка? Она даёт льготы на парковку в больших городах. Это очень серьёзная финансовая поддержка родителей в том числе, да. Когда при парковке на инвалидных местах мы просто за парковку не платим. А мы, как жители Москвы, да, могу сказать, что мы можем припарковаться и в центре города, и где угодно. Главное, чтобы был свободен этот знак. И при этом на эти эти же, так скажем, возможности парковки распространяются не только на парковочных местах города, но и, например, тот же ВДНХ, да. При предъявлении справки парковочный эталон просто аннулируется, оплата аннулируется. И так далее. Нужно просто найти, где именно, например, парковка, куда вы заезжаете, где это бесплатно. И не забывать с собой, конечно, розовую справку для аннулирования платежей. Что ещё? По розовой справке в разных регионах начисляются пенсионные. И это тоже подспорье. Конечно, это в большей части идёт на оплату расходников, каких-то дополнителей, когда особенно задержка по либре происходит, по выдаче. Но при этом государство либру выдаёт. Я не буду говорить за все регионы, но по идее либру должны выдавать уже во всех регионах России. И да, она где-то идёт с задержкой, да, идут перебои, но у нас с вами для этого есть пенсии, для того, чтобы перекрыться, так скажем, приобрести, а потом при необходимости или себе в резерв положить выданную либру, или её просто продать. И, соответственно, эти деньги вернуть обратно на счёт ребёнка. Что ещё? Выдаются, помимо либры, выдаются расходники базовые. Да, конечно, не всё, но большая часть, тем не менее, выдаётся. Соответственно, мы можем эти деньги которые начисляются пенсионными ребёнка, просто завести для него счёт, где хранить эти средства до необходимого момента, так скажем, да, когда потребуются деньги для ребёнка. Что ещё? Лечение, профилактория, санаторий, какая-то профилактика. Опять же, не буду говорить за регион, могу сказать только про большие города, когда выделяются путёвки на санаторное лечение. При этом оплачивается проживание и проезд как ребёнку, так и сопровождающему его родителю. И это далеко не все плюсы от розовой справки. Давайте обменяемся под этим постом информацией, что ещё даёт розовая справка в качестве плюса и такой, некой моральной, что ли, финансовой компенсации за родителям, за вот этот, так скажем, недуг, за сахарный диабет. В общем, дорогие родители, снимаем с себя табу грусти и печали и давайте искать плюсы в той ситуации, которая есть, потому что по-другому на всю эту ситуацию смотреть невозможно. Под постом прошу поделиться, кто ещё что знает по поводу того, что даёт ещё розовая справка. Давайте обменяемся информацией. сахарный диабет. Сахарный диабет. Сахарный диабет.